мужики всем привет в общем продолжаю постройку давно видосов не было накидал я крылья не знаю показывал я крылья или не показывал и уже что-то сбился с расчета в общем сварил крылья вот такие здесь труба полторашка я еще буду разбирать их покажу сейчас они прикручены но это они прикручены они съемные полностью что задние что передние вместе с вот этими бамперами да да мужики вот так пришлось мне сделать вот такое расширение почему потому что капот будет идти вот по эту линию то есть от рамы еще 6 сантиметров сюда и ширина здесь 14 сантиметров будет крыла выступать потом по другому никак не закрывает капот двигателя вырезы я здесь не хочу делать под глушитель там под фильтр вот эти вот все заебоны их не будет будет полностью закрываться капот напротив выхлопной будет какое-то отверстие чтобы выхлоп выходил все ну там какие декоративные вырезы вставочки то это все ерунда я мне нравится когда все закрыто будет на данном трактор очки так расширение делаю вот уголки стоят до видели прошлых видосах здесь стойка из уголков здесь металл вырезаны полосы здесь скос под 45 градусов это будет продолжение капота то есть здесь размер будет 45 макушка дальше уже по факту также и на капоте будет этот скосик присутствовать не знаю как он будет еще выглядеть сейчас буду накидывать сам каркас петли я купил защелки купил сейчас буду из труб делать каркас также на трубогибе повторять форму крыла вот и скорее всего будет сделан из двух частей то есть будет поделена либо пополам либо сверху будет чуть меньше открываться чтобы залить бензин допустим там зачем полностью весь задирать когда можно открыть только половину капота до либо в ту сторону либо в эту вверх вообще будет шикарно посмотрим как это все будет дело обстоять это я сейчас продумаем этот вариант он принципе если будет задираться вверх поставить амары да примерно примерно вот такого плана какие-нибудь для капота хотя бы один только клац и все он стоит как на автомобиле не выпирает вперед залил там бенза что там еще надо больше там ничего не надо вот проверил там допустим масло в баке гидробаки захлопнул все если надо открыть этот сюда этот в эту сторону его снял и досвидос и он полегче будет как то так сейчас я продумаю этот вариант вот поэтому и расширяю так чтобы ничего нигде не мешало здесь еще будет стоять генератор здесь будет еще стоять инша здесь будет стоять гидробак здесь будет стоять аккумулятор подход шлангов плюс натяжные ролики вот это все надо впихнуть вот это вот пространство вот как то так также в стойке будет еще распределитель он вырезан с этой стороны у меня уже все вымерено засверлено под зажигание вот здесь будет стоять ключ все замечательно вот они эти пластины вырезаны геометрия уже выставлена сейчас только провариваю зачищаю полностью здесь открыла зазор оставил по 2 миллиметра чтобы чтобы не доставала с каждой стороны вдруг надо будет крыло снять поставить чтобы было удобно и плюс она тереться не будет при вибрации там в общем такая штука это все прикручено все это снимается одним одним элементом сделано очень крепко также можно пройтись здесь по крыльям и эти крылья запросто выдерживают меня в общем сделано все капитально мужики не знаю зачем я так делаю мог бы не делать ну но делаю делаю так как я себе бы сделал вот как то так ладно давайте накидаем каркасик и посмотрим что у меня тут получается так обварил все это сейчас горяченькая остывает приходится ждать пока это немножко это все дело остынет и вооружаюсь наушниками очками распиратором и начинаю все это дело шлифовать тоже занимает конечно времени вот эти все моменты это капец забыл сказать люди просят люди спрашивают почему я не показываю весь процесс до сварку болгарку там резку кому-то что-то непонятно как это вымеряется вымечается как рассчитывается да не вопрос мужики только напишите что хотите провести денечек мастерской я вам запущу прямую трансляцию говорится с места событий вот у меня штатив есть желтый повешу на край стрелы камеру экшен у меня есть с подключением к интернету вот ее прям привяжу каналу к своему запущу и она будет транслировать все происходящее в режиме реального времени возьмете с собой масочку возьмете с собой очки вот наушники возьмете так чтоб искры глаза не летели да и зайчики не ловили вот поставите наушники в ухе громкость побольше так чтоб слышно было хорошо все эти моменты режущие до зачищающие так сказать полное погружение в процесс то есть 3d да здесь будет 10d вот как-то так тем более штатив у меня 360 можно вот такого с любого ракурса запускать вот такие дела только только скажите кстати крышка вот это я не знаю говорил не говорил тоже полностью съемная по краям на болтах плюс четыре болта рулевая откручивается и снимается для и не знаю для чего а для того чтобы можно было демонтировать коробку допустим в дальнейшем когда-нибудь если очень будет нужно пол съемный эта часть съемная плюс можно будет спокойно подлезть до ядра до распределителя и еще до чего там вот потому что чтобы не снимать лишний раз мотор распред будет стоять вот здесь шланги будут выходить в эту сторону то есть доступ сюда будет абсолютно спокойно нормально можно подлезть залезть снять поставить но это если очень нужно будет вот такие дела так самое интересное это мне нужно будет это рассказываю почему потому что это все остывает остывает самое интересное то мне нужно будет обратно снять коробку снять эти все причандалы рулевую рейку опять же снять и по прихватывать гайки крепления крыльев так чтобы внутрь уже не залазить ключом чтобы все можно было снимать снаружи переднее крыло допустим чтобы снять даже не нужно снимать колесо заднее все-таки придется снимать колесо потому что два болта находятся за колесом так как крылья выступают болты находятся там вот приварить болты сиденья здесь прихватить точнее бы не болты а гайки так чтобы можно это было снаружи все снимать и демонтировать обычным ключом да то есть болты нужно гайки приварить крепление пола короче надо его еще раз разобрать то не еще раз в очередной раз это я подкладывал сидел обварил здесь очередной раз блин сколько я уже раз разбирал и собирал видосах в собранном состоянии на самом деле у меня больше время в разобранном а чтоб видос показать надо опять его собрать вот как то так ничего у нас тут такое тепленькая она все шлифую и продолжаем чё друзья сейчас начинаем шлифовать и соответственно минимально это очки так чтоб не оглохнуть потому что процесс не быстрый глаза распираторы есть такого плана у меня тут еще распираторы ну мы пойдем другим путем у меня есть вот такие вещи но этот такой старенький немножко подушатанный есть абсолютно новый вот его сейчас на шлифовку и возьму привет мужики пошли шлифовать и глаза и распиратор и защищает еще и лицо от сажи как-то так чё смотрите пошли шлифовать ну чё команда газы дана для всех мужики она ну чё все в в в Продолжение следует... 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 и там надо позаниматься помочь домашним вот так что до покраски от меня скорее всего не будет так же как наверно электрики вот как то так ладно если youtube не заблокируют поменяю баллон продолжим дальше все остальное а на сегодня все кино не будет